всем привет меня зовут юна и сегодня мы попытаемся разобраться в теме не что же такое хьюги как его применить их жизни и как стать счастливым начну с того что хьюги это датское слово которое не имеет прямого перевода это означает нечто счастье уют атмосфера хьюги это не просто предмет какой-то это скорее всего процесс это состояние счастья то есть то что вы чувствуете здесь и сейчас чтобы подробно разобраться в этом непростом термине я прочитала и анализировала две книги это хелен рассел хьюги и майк викинг хьюги датское счастье хочу сказать что дания считается самой счастливой страной в мире и это неспроста очень важную роль конечно же сыграла государственное управление вот сколько в дании самые большие налоги но тем не менее самые хорошие условия для жизни у датчанин бесплатная медицина бесплатная учеба если вдруг датчанину не понравилась своя профессия работа то он может любой момент ее бросить и пойти на учебу поискать себя в другой сфере в другой структуре при этом два года он получает от государства пособие в размере 80 процентов от предыдущей своей зарплаты это никак не влияет на его пенсию на отпуск и так далее поэтому в принципе датчане выбирают те условия труда эту работу которым им по душе который им приносит удовольствие и не столько ради денег сколько ради самого состояния так если вы оцениваете свое состояние счастья по десятибалльной шкале на 10 то вы абсолютно счастливый человек если же если же меньше то я вам рекомендую изучить книгу хеллен рассел где более подробно объясняется сам процесс хьюги как стать счастливым там рассказывается о паре которая переехала с великобритании в данию с какими проблемами они столкнулись как они вжились общество что поменяло их менталитет их не мысли и так далее и другая книга конечно же майк викинг где уже хьюги объясняется больше в атмосфере дома уюта и тогда он выделяет такие основные пункты первое это свечи датчане сжигаются год более 6 килограмм свечей только представьте себе и они благодаря этим свечам создают некую особую атмосферу романтическую располагающую к общению но обратите внимание что свечи выделяют копоть и если вы будете сжигать также много как и датчане то не забудьте пожалуйста проветривать помещение другим пунктом это освещение датчане не любят один яркий свет в центре комнаты у них освещение распределено по некоторым точкам это освещение не яркое тусклое которое в принципе и создает вот это состояние уюта тепла хорошего настроения третьим пунктом это конечно же атмосфера дома датчане конечно же тратят бешеные деньги на покупку дизайнерских предметов они любят все натуральное кожа дерево еще какие-то элементы но хочу сказать вам что дорогие предметы не создадут не сто процентов создадут какой-то уют и атмосфера в вашем доме знаете есть дома в котором ты заходишь все так простенько но при этом все так тепло вкусно интересно что даже не хочется уходить из этого дома а бывает захочешь в этот дом вроде все современно классный ремен все такое но чувство холодности какое-то такого неприятного какого-то ощущения и в этом доме оставаться не хочется абсолютно поэтому создавайте свой уют из каких-то мелочей которые действительно вам приносит счастье они те которые находятся у соседа или у какого-то родственника четвертый пункт это конечно непринужденная одежда датчане любят одеваться свободно непринужденно так как им комфортно это дает возможность хорошо общаться в том плане что более раскрепощенно более свободно вещи не сковывают движение и тогда поэтому одевайтесь правильно так как вам удобно а не как диктует общество какие-то правила или кто-то друг еще одним пунктом хюки это еда и напитки готовьте вкусно готовьте с любовью чтобы это приносило вам и удовольствие говорят что человек то что он ест напитки это может быть чай кофе другие те которые вы любите при этом не надо напиваться нажираться кушайте вкусно наслаждайтесь вкусом и вы почувствуете некое удовольствие и расслабление от этого говорят что счастье нельзя купить но можно купить кусок пирожного а это практически то же самое по крайней мере так думает наш мозг если вы не сладкоежка купите кусок мяса приготовьте вкусно налейте себе бокал красного вина и это обязательно принесет вам некоторое удовольствие и расслабление другим фактором хюги это общение это сбор компаний небольших три-четыре человека вот для дачан это самое оно и и объятие во время объятия человек чувствует некую теплоту некоторую защищенность на физическом уровне в голове у нас вырабатываем нейрокормон оксептоцин это гормон счастья гормон любви и он способствует понижение стресса уровне стресса страха и тревожность поэтому обнимаете чаще ваших близких и родных другим пунктом хюги это природа выходя на природу вы дышите свежим воздухом это наполняет ваши легкие воздухом кислород циркулирует по всему телу это расслабляет это меняет настроение и на природе особенно женщины получают некоторую особенную энергетику поэтому не забывайте выходить и гулять дышать наслаждаться природой я также составила свой хюги список которые в определенные моменты когда у меня угнетенное настроение дождливая погода или еще что-то который немного повышает мое настроение улучшает состояние и так далее это тоже конечно свечи свечи играют очень большую роль несмотря на свою небольшую в принципе стоимость не надо покупать дорогие ароматизированные свечи кстати датчане любят свечи без ароматизатора и поставьте у себя дома у меня свечи находятся в ванной и на кухне зажгите во время ужина свечку и сядьте за стол как в привычный день и посмотрите что уже будет другая атмосфера другое настроение в ванной свечи наоборот расслабляют освобождают ум от дурных мыслей другим пунктом хюги для меня это конечно цветы я не представляю своей жизни без цветов это как и получать как и выращивать их у себя у меня круглый год есть цветы с февраля месяца как выходит подснежники так и вот так сейчас ноябре хризантемы цветут 3-4 месяца зимних когда на улице холодно и мороз меня радуют мои комнатные цветы я заметила что во время того как я там копаю их вытираю еще что-то делаю у меня происходит несмотря что это физические какие-то действия происходит прилив какой-то энергии бодрости и мне после этого хочется сделать что-то еще один из пунктов моего хюги это тоже напитки я очень обожаю чай поэтому меня дома должно несколько видов чаев и зеленых и черных чтобы я могла пить и наслаждаться им в определенное скажем так состоянии летом конечно же жарко и спасает меня мой уже любимый напиток это безалкогольный мохида который помимо того что полезный очень вкусно и при этом очень хорошо охлаждает другим пунктом моего хюги это конечно же домашних животных я очень люблю собак и даже не представляю как без них можно жить и это дополнительный стимул поскольку собаку нужно или любое другое животное кормить выгуливать купать еще что-то делать вот эти дополнительные действия приведут к тому что вы отвлечетесь от вашей проблемы освободите свой мозг и все будет у вас хорошо и конечно же животное можно в любой момент обнять и успокоиться другой пункт хюги это книжки я люблю читать разные книжки под разные настроения некоторые практиковать в жизни несмотря на то что в принципе дома есть маленький ребенок но иногда он меня заставляет читать вслух ему тоже в принципе вылавливает что-то полезное для себя еще один пунктом вот у меня есть такая раскраска антистресс может быть вам покажется это каким-то детским призом или еще что то но на самом деле это раскраска очень сильно концентрирует ваше внимание в процессе разукрашки вы расслабляетесь отпускаете свои мысли и в принципе за счет яркости цветов вы вдохновляетесь на что-то лучшее и интересное еще одним из факторов конечно это музыка в состоянии такого непонятного состояния скажем так я включаю музыку это релакс музыка или эта музыка без слов например звуки природы еще что-то поскольку музыка словами может погрузить вас еще более угрюмое состояние поскольку вы будете прислушаться к словам и так далее поэтому слушайте в принципе в музыку в зависимости от настроения но обращайте внимание на вот такие мелочи конечно же самое хью для меня это объять я очень люблю обниматься действительно даже в период без солнца если я кого-то обниму из близких и лягу спать я моментально засыпаю это такой прям наркотик для меня говорят также что в процессе объятий прикосновение в организме выделяется дофамин такой гормон и это как действительно как наркотическое средство успокаивает снимает стресс и так далее также хочу отметить что по по результатам исследования доктора камена из принстона было выявлено что самое большое удовольствие и удовлетворение человек получает во время общения еды отдыха и секса поэтому обращайте внимание с кем вы общаетесь порой общается с человеком и после этого есть какое-то неприятное состояние чувство угнетения или еще что то скорее всего человек просто какой-то энергетический вампир или он на вас брызнул своим ядом рассказал ой все так плохо на работе плохо думал плохо все так плохо и вы накопили вот эту всю плохую энергетику и пришли с ней домой и дальше вот это уходите и нудите там или на всех злые или еще что то постарайтесь ограничить общение с такими людьми кушайте вкусно наслаждайтесь вкусом какая-то как она пахнет не заедаетесь а наслаждаетесь готовьтесь любовью когда вы готовитесь любовью пища приобретает особую энергию и вы кормите всех членов вашей семьи и это просто фантастика это ну так вкусно что вроде же ничего там такого сложного не сделала а вкусно что нельзя передать также отдыхайте не забывайте отдыхать как говорят датчане если много работать то возникает стресс от того что возникает стресс падает уровень производительности поэтому замкнутый круг хочу всем пожелать чтобы вы прониклись этим состоянием счастья чтобы вы были счастливы и независимости от обстоятельств от того есть у вас в жизни сегодня кто-то или нет будьте сами по себе счастливыми и тогда счастье у вас со всех сторон как есть такая поговорка что то что мы есть и то что мы выделяем в вселенную то и мы получаем также хочу отметить что юге то что я все перечислили это не значит что все эти предметы приведут кого вас к абсолютному счастью повторюсь что счастье это процесс это состояние вашей души поскольку вы можете купить платье как у машинки или еще что-то но вам абсолютно это не принесет счастье не надо как у кого-то вы же не знаете что дорогая машина это дорогое обслуживание или большой дом это большие затраты за коммунальные как у нас сейчас еще что-то это покупайте то что приносит именно вам удовольствие вам приносит ощущение счастье радости и гармонии будем гармонии с собой и тогда все вокруг вас тоже в принципе будут гармонии с вами всем удачи хороших выходных и пока-пока